Добрый вечер, уважаемые телезрители Новорайской обещательной компании. Вы смотрите программу «Про здоровье». Сегодня у нас в гостях молодой врач-эндокринолог городской поликлиники принимает в третьей поликлинике, сразу скажу, Карина Рамильевна Богудинова. Карина Рамильевна, здравствуйте! Очень приятно видеть молодых докторов в нашей студии. Спасибо, что пришли. Ну и сегодня, естественно, с вами, дорогие телезрители, мы будем обсуждать эндокринологию, да, особенно, что касается сахарного диабета, социально значимого заболевания, собственно, специализируйтесь на котором тоже и вы. Ну, давайте начнем. Давайте начнем с вас, Карина Рамильевна, потому что очень приятно, когда в город приезжают молодые доктора, молодые перспективные. Начните свой рассказ о себе, откуда вы к нам приехали, как вы к нам попали. Добрый вечер. Я сама родилась на Урале, поэтому вернуться на Урал для меня было радостью, то есть я готова к местным суровым условиям. Родилась в Монтогорске, закончила Челябинский государственный медицинский университет на лечебном деле, и после окончания поехала в Казань получать образование эндокринологическое в одной из лучших эндокринологических школ у Валиева Фариды Вадутовны на кафедре эндокринологии. Это ординатура ваша была в Казани. Это моя ординатура, да. И после окончания ординатуры возник вопрос работать эндокринологом в поликлинике, в своей, в которой я работала на тот момент уже участковым терапевтом, меня ждали. Но все-таки я решила поехать в более маленький город, чтобы повнимательнее, более глубоко углубиться в работу с пациентами, потому как в больших городах такой возможности нет. Там все в спешке. Документы, компьютер, да? Да, совершенно верно. А здесь именно у нас есть возможность, да, с пациентом непосредственно. Здесь очень большое внимание на приеме. Я оказываю именно на таком вербальном общении, чтобы объяснить, рассказать, как. С документами, конечно, тоже приходится работать, но это происходит достаточно быстро, так как программа автоматизированная, многие данные сами автоматически вносятся на объяснение материала, а есть время. То есть непосредственно вы с пациентом общаетесь, да? Ну, как больше, это, наверное, как семейный, да, врач, когда вы знаете хорошо своих пациентов. Ну и сколько вы работаете уже здесь? Я работаю с конца марта, то есть вот уже два месяца. Два месяца. Мне очень нравится город. Да, ну вот да, это первые впечатления какие. Я ждала весну, когда будет уже ярко, зелено, цветами. В общем, город прекрасен. Привлек, да, вас все нормально. Я так понимаю, что вы получили квартиру. Я получила квартиру, да, получила выплаты от правительства Российской Федерации, от администрации города. Да, также сама центральная медсанчасть меня поддержала, тоже в финансовом плане. Так что для переезда молодых специалистов. Ну, смотрите, да, мы, получается, смогли привлечь, вот это пример привлечения, когда содружество, совместная работа муниципалитета, да, госкорпорации Русатом, комбината нашего и, естественно, медсанчасти, вот, привлекли молодого специалиста в наш город. Тем более узкого специалиста, да, особенно у нас нехватка кадров именно узких специальностей, потому что эндокринологи, они, конечно, востребованы. Почему мы взяли вот тему сахарного диабета, да, мы уже сказали, что это социально важное заболевание, и что еще, вот сейчас мы узнаем, почему акцент, да, делается именно на сахарный диабет. Сахарный диабет – это хроническое заболевание, характеризующееся длительно существующей гипергликемией. Это повышенный сахар, который приводит к множественным осложнениям. Чаще всего это поражение сосудов глаз, почек, сердца, головного мозга, а также повреждения нижних конечностей. Так как все эти осложнения приводят к развитию инвалидности, очень большая работа проводится именно по профилактике данных осложнений. Здесь это важно. Но вы сказали, что диабет приводит к осложнениям. Это нелеченый, наверное, да, диабет? Совершенно верно. Сахарный диабет при декомпенсации, то есть при недостижении целевых значений сахара, он намного быстрее приводит к осложнениям. Число больных с сахарным диабетом в Российской Федерации около 5 миллионов человек. Свердловская область занимает 21 место из 85 регионов Российской Федерации по именно сахарному диабету второго типа. Так как из этих 5 миллионов 92% случаев сахарного диабета второй тип. Сахарный диабет первого типа – это немножко другое заболевание, свой патогенез. Что мы его сейчас обсуждать будем реже, так как встречается пореже. В Свердловской области на 100 тысяч населения около 3,5 тысяч человек болеют с сахарным диабетом. В городе Новоуральске ситуация немножко другая. У нас по всему городу 4,5 тысячи больных с сахарным диабетом. То есть, скорее всего, это вызвано возрастным составом города. Я так понимаю, что второй тип – это больше на старшее поколение. И, соответственно, раз у нас население превалирует старше, это, соответственно, и таких пациентов больше. Ну вот, да, и зная, и понимая это, что наша медсанчасть вступила в федеральный проект борьбы с сахарным диабетом. В чем это заключается? В рамках федерального проекта наша медсанчасть получила целевые выплаты, субсидию в размере 50 миллионов рублей, если я не ошибаюсь. Из которых 40 миллионов, они пошли на оборудование кабинета ретинопатии. Давайте скажем, что это такое, да, ретинопатия. Вообще, в федеральную программу входят разные направления профилактики и осложнений сахарного диабета. Это кабинет ретинопатии, то есть это борьба с поражением сосудов глаз. Им занимается офтальмолог. Далее кабинет диабетической стопы и школы сахарного диабета. Вот этими двумя направлениями занимаюсь я, совместно со своими коллегами. То есть вы будете вот об этом кабинете диабетической стопы, мы уже много говорили, мы обещали, да, вот с экранов телевизоров, что да, откроется, да, привезут, что будет эндокринолог целый работать. То есть вот вы как раз и есть тот самый эндокринолог, который будет работать. Что это за кабинет, расскажите, что там за оборудование, чем вы будете заниматься? В кабинете диабетической стопы работает несколько специалистов, то есть это мультидисциплинарная команда. То есть эндокринолог, хирург гнойный, хирург сосудистый. Также мы обращаемся за консультацией к кардиологам, если есть сопутствующие заболевания. То есть это такое место, где лечатся сосуды нижних конечностей, спасаются ноги от ампутации. Всеми прям высокими специалистами, какими можно. Да, специалистов, потому как эндокринолог занимается нормализацией углеводного обмена. И с самим курированием за лечением, то есть наблюдением, с соблюдением сроков диспансерных осмотров, хирург уже проводит непосредственно обработку пораженных конечностей сосудистых. Лечение, так скажем, наступивших осложнений, да? То есть это уже осложнение диабетическая стопа, правильно я понимаю? То есть уже там лечатся. Сосудистый хирург занимается реавоскуляризацией, то есть восстановлением проходимости сосудов. Тоже такой же будет тест-специалист вместе там? Мы хотим, чтобы к нам приехал такой доктор. Но у нас есть сосудистый хирург, насколько я знаю. Также в плане открытия сосудистого центра, в котором будет проводиться рентген-эндовоскулярное вмешательство. Где этот кабинет будет располагаться и как туда вот людям попасть, к примеру? Кабинет располагается в третьей поликлинике. Он уже получается, вы уже там приемки идете? Он на работу, да, необходимо через терапевта своего, либо через эндокринолога записываться. Приглашаются пациенты с имеющимися уже факторами риска. Что входит в эти факторы риска? Это атеросклеротические заболевания нижних конечностей. Это пациенты с нейропатией, то есть те, которые чувствуют жжение, покалывание в ногах, холод, зябкость ног, ползание мурашек. То есть это уже имеющееся осложнение способствует развитию синдрома диабет-стопы. Вот на таких начальных этапах кто-то к вам пришел, ну допустим, вот онемение, да, в анамнезе сахарный диабет. Можно нормализовать, да, так, чтобы не развелась потом большая какая-то проблема? Можно нормализовать. В первую очередь это регулирование углеводного обмена. То есть первое очередное это хорошие показатели сахара. Это уже вы непосредственно назначаете. Сахар, он обладает такой глюкозотоксичностью, которая поражает нервы. При хороших значениях углеводного обмена эта глюкозотоксичность, она ликвидируется, нервы страдают меньше. Также мы применяем препараты, которые способствуют не сказать, чтобы восстановлению нервов, но они препятствуют ухудшению, да, вот этой прогрессированию нейропатии. Ну вот еще вы сказали, что школа сахарного диабета, это тоже про вас. Расскажите, что это такое, что вы делаете? Школы сахарного диабета, они в Российской Федерации начали появляться, ну не в Российской, еще в Советском Союзе, где-то с годов 80-х, тогда, когда заметили, что чтобы лечить заболевание, надо пациента обучить самоконтролю над этим заболеванием. Ну как говорят, сахарный диабет, да, не болезнь, а образ жизни, да? Совершенно верно. Есть такая расхожая же фраза, да. То есть нужно научить, как правильно жить. На занятиях у меня, мы с моими подопечными разбираем само понятие сахарного диабета, что это такое, как следить за сахарным диабетом, препараты, которые применяем мы для лечения, механизм действия, для чего мы их пьем, как мы их пьем, в общем, все это мы проходим. Мы также обсуждаем питание, очень большое внимание. Наверное, при втором типе, да, это очень большая часть лечения. И при втором, и при первом типе, да. При втором типе очень большое внимание оказывается снижению веса для пациентов. То есть это, как правило, с избыточным питанием, да, пациенты заболевают? Да, бывает. Большинство пациентов при сахарном диабете второго типа также страдают ожирением. И ожирение вносит большой вклад в прогрессирование сахарного диабета. Есть такое понятие – ремиссия сахарного диабета. Тогда, когда пациент похудел, значение сахара крови приходит в норму. То есть пациент не излечивается от сахарного диабета, но на фоне похудения… Серьезно? То есть это… Да, отменяются все препараты, за пациентом просто следим. Ну, то есть он питанием, получается, может скорректировать течение болезни настолько, что уйти в ремиссию. Совершенно верно. И всю жизнь прожить, как здоровый человек. Да. Серьезно? Да. Снижение веса творится. Я вот первый раз слышу про сахарный диабет, что можно так вот самому достичь каких-то показателей, да, чтобы даже препараты не принимать. Как у вас проходят эти школы? Где, кто может попасть, куда? Школа сахарного диабета проводится в третьей поликлинике. У нас на втором этаже есть чудесный конференц-зал. Мы собираемся там маленькими группами, по 8-10 человек. Группы формируются по мере… Необходимости, да? …накопления пациентов. И по окончанию цикла каждой группы набирается новая группа и так далее. Вот у меня уже вторая группа пошла. Да? То есть сколько длится цикл, получается? Четыре занятия. Мы разбираем определенную тематику. Первое занятие – общее понятие сахарного диабета, цели самоконтроля, методы контроля за уровнем глюкозы. На втором занятии разбираем питание, на третьем занятии отводим внимание разбору дневников питания, которые пациенты заполняют на основании предыдущего занятия. И четвертое занятие – на осложнение сахарного диабета. Чтобы они знать, понимать и не допускать, да? Ну да, впечатлились и точно нет, нет, мы до такого не дойдем. Школа сахарного диабета называется школой, потому что на каждом занятии проводят самоконтроль. Отметки ставить. Для себя разве что. За кем более внимательно последить. Опрос. То есть взаимодействие с пациентами идет такое непосредственное, как мы с вами общаемся сейчас. Это улучшает понимание. Ну конечно, тем более тут есть и не 500 человек, да? Да, большой аудитории сложно донести информацию. Принятие уже сложно, да, да, да. Потому что маленькие группы в этом случае нам выручают. Ну вот смотрите, вы провели вот эту школу, да, вот уже одну. Сейчас у вас вторая. Вы чувствуете, что вот ваши пациенты, а это ваши пациенты, да, они приняли, да, они осознали, и да, они поменяют то, что нужно поменять? Есть? Они, вот пока опыт не такой большой, пока только одна группа, но я вижу эти горящие глаза, что да, я буду питаться правильно, да, я не буду покупать пирожки. Вот это вот. Да, на ночь не буду есть килограмм. И меня мотивирует, что действительно что-то, что я говорю, оно откладывается. Очень приятно. И еще на приеме я рассказывала, что очень много времени есть, чтобы поговорить. Разговаривала с пациенткой, объяснила, что можно кушать, что нельзя кушать. И тут подошло ее время прийти в школу диабета, она приходит и рассказывает, что это недели за две, она похудела более чем на 2 килограмма. Это просто, да, просто врач на приеме, да, сказал. Да, просто сказал, что нельзя. Она рассказывает, что отказалась вот от пирожков, хлеб минимизировала, ну и, собственно, все. И действительно, кто следит, кто старается, у него все получается. Невероятно, на самом деле, вы рассказывали. Мне самой так понравилось, это вот было вчера. Я очень порадовалась за эту пациентку, что... Ну, у вас тоже горят глаза. Это заметно, потому что, ну, вам нравится. Вообще, ну, вот тогда такой вопрос, как коллектив принял в поликлинике? Я понимаю, что вы сказали, что вы с утра там до вечера с пациентами, некогда с коллективом даже, ну, так или иначе. Вот есть какое-то наставничество, вот кто у вас, кому вы с вопросом можете прийти? Вот есть у меня возник какой-то, ну, а что делать? Ну, вот как? В поликлинике у меня есть товарищи, мои коллеги. Это Сидорина Инна Юрьевна и Никита Дмитриевич Смирнов. Ну, это все опытные, да, уже доктора? Да, они такие матерые, это кринологи. Да, да, да. И мне иногда ввиду моего еще маленького опыта приходится обращаться к ним. Да, да, да. Никогда не отказывают, поэтому помощь от них существенная. Вы не брошены сами по себе, не ставьте, кому идти. Вот еще, Карина Армилевна, вы работаете, да, нам стало известно. Берете смены в приемном покое, да, мы об этом давайте тоже скажем. Для чего? Вот прежде всего, я понимаю, что подработка у врачей, да, нормальное явление, но… Для опыта, занимаясь только эндокринологией, отбрасывается мысль о кардиологии, о неврологии и так далее. В приемном отделении разные пациенты с разными патологиями, это очень развивает мозг, эти нейронные связи там наращиваются от смены к смене. И быстроту реакции тоже, да, наверное. Там же не отложены в основном какие-то такие… Да, очень быстро нужно принимать решения, и первая смена была ужасной. Почему? Потому что это вот стрессовая ситуация, не можешь собраться, вообще ничего не понимаешь, но там также внимательные товарищи поддерживают от смены к смене. Я даже не знаю, сколько у меня уже прошло смен, но я уже чувствую себя уверенней во многом благодаря тому, что я чувствую, что за моей спиной стоят два человека, которые меня выручат, которым я могу позвонить. И учат нас. И вам нравится там тоже, да, работать? Там тоже очень здорово. А там еще и ночные ведь, наверное, да, как правило? Ночные, да, и суточные. Но в целом, пока глаза горят, надо действовать. Да, это очень заметно. Ну вот давайте еще в завершение вернемся к сахарному диабету. Скажите, пожалуйста, могу ли я вот утверждать, что не буду сладкого есть, не заболею? Или никто не застрахован? Я понимаю, что есть наследственность какая-то, да, ну вот так вот, если наследственности нет, к примеру, никто ни в семье не болел, ни первым, ни вторым, вот я буду соблюдать, и я не заболею или нет? Да, совершенно верно. При соблюдении здорового образа жизни, рационального питания, сахарный диабет мы отдаляем от себя, профилактируем, но случаются и наследственные формы, поэтому 100% мы от него не защищены. Но это не отменяет того, что необходимо двигаться, необходимо правильно питаться. То есть питание, движение, собственно, вот все. Это секрет здоровья. Есть какие-то еще факторы, которые его могут приблизить? Приближает прием алкоголя, в частности при сахарном диабете. Сахарный диабет, он относится к заболеваниям с высоким темпом роста, приводит к развитию сердечно-сосудистых катастроф, то есть инсульты, инфаркты, всевозможные нарушения ритма. В 50% случаев у больных с сахарным диабетом смерть наступает именно от сердечно-сосудистых причин. Поэтому очень большое внимание мы акцентируем на профилактику этих истеречно-сосудистых осложнений и приведу немножко статистики по поводу остальных осложнений. Мы уже говорили с вами о федеральном проекте «Борьба с сахарным диабетом». Она действует уже много лет, и с 2015 до 2022 год мы отслеживаем очень положительную динамику в плане развития осложнений сахарного диабета. Это по стране, да? По стране. Как оценить, работает федеральная программа или не работает? Смотрим на долю пациентов, у которых развились уже терминальные стадии осложнений сахарного диабета, такие как слепота при ретинопатии, хроническая болезнь почек на стадии гемодиализа, это при диабетической нефропатии, или ампутации нижних конечностей, это при синдроме диабетической стопы. Вот. Доля данных пациентов, она существенно снизилась. С 2015 года, да? Да, с 2015 по 2022 год. Например, при диабетической нефропатии, за счет того, что пациенты применяют нефропротективные препараты, например, это препараты для снижения артериального давления, которые заканчиваются на прил, аналоприл, периндоприл, или сартан, лазартан и так далее. Вот эта группа пациентов, вот эта группа препаратов, хроническая болезнь почек в стадии диализа уменьшилась на 30%. То есть представьте, 30% пациентов не получают диализ. Да, он не нужен, потому что они, да. Да, это фантастические цифры, я когда читала, но невероятно. Также по поводу ампутации, количество ампутаций снизилось на 50%, но именно ампутации высоких, то есть на уровне бедра. И число общих ампутаций, оно немножко увеличилось, но за счет малых ампутаций, то есть ампутации пальцев, таких операций, сохраняющих опорную функцию стопы. Ну, то есть может человек ходить? Да, человек может ходить, то есть это уже не инвалидизирующее состояние, качество жизни пациентов, да, оно пострадало, но не в той степени, в которой могло пострадать, если бы отняли целую конечность. Тем более при высоких ампутациях бедра риск смерти в течение года, он 80%. Ничего себе. Ну, данная операция, она очень травмирующая для человека. Да, в связи с чем, приглашаю всех в свой кабинет, чтобы следить за состоянием. Отлично. Карина Армелевна, спасибо за интересную беседу, за факты, за все, я думаю, что это очень нужно и важно, и 4,5 тысячи, да, новоуральцев, как вы сказали, да, страдают от этого заболевания, и появление вот этого кабинета, и еще одного дополнительного эндокринолога в штате, медико-санитарной части, я думаю, это огромный, огромный плюс. Спасибо вам, что пригласили. Мы смотрели программу «Про здоровье», увидимся в эфирах новоуральской вещательной компании. До свидания. Продолжение следует.